Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Шанс на успех безработных приглашают на бесплатные курсы по бизнесу. Также мы обучаем по профессиям, востребованным на рынке труда. Где записаться? Безопасное лето. Центр доп. образования уходит в онлайн. Большая работа предстоит весь сезон. Как займут детей? Две стороны Советского Союза. Мне больше нравится период именно 70-80-х годов. В художественном музее продолжается выставка медальерного искусства. Встретились с автором коллекции. А также юрпомощь от профсоюза. Первый электросамосвал. И без пяти минут лета. Самый подробный прогноз о тех, для кого погода – профессия. В Беларуси 15 923 пациента с помощью врачей побороли коронавирус. Люди покинули больничные палаты. Некоторых отправили на реабилитацию. Остальные вернулись к семьям. По данным Минздрава проведено 485 534 теста. В Молодечнинском и Борисовском районах перепрофилировали санатории. Все отдыхающие здравницы и вежути перенесли COVID-19. В номерах 35 человек. Пожилые мужчины и женщины за ними присматривают. Медики помогают восстановиться эмоционально и физически. Здесь выстроена вся безбарьерная среда. Но для любого пожилого человека главное – это доступность. В комнатах доступность в столовой, доступность в процедурных кабинетах. Это сегодня в полном объеме есть. Сегодня, общаясь с проживающими, мы услышали слова благодарности. А это самая главная высокая оценка, когда люди тебе говорят спасибо. В Могилеве первые добровольцы сдали плазму крови. Донорами стали два человека. В Витебске медучреждения постепенно возвращаются к обычному режиму работы. Клинический центр психиатрии и наркологии вновь проводит плановые госпитализации. Вскоре красные зоны очистят и переоборудуют в областной больнице. Виртуальное лето. Коронавирус внес справки в детский отдых. Центры дополнительного образования уходят в онлайн. Мастер-классы, тренинги и семинары будут транслироваться через приложение Zoom раз в неделю с 10 до 12. Педагоги помогут дистанционно познать азы робототехники, 3D-моделирования, IT-технологии. Полный список занятий на страничке учреждений в Инстаграме. Старт 1 июня. Некоторые кружки и секции продолжат работать в обычном режиме. Кроме лагерей с дневным пребыванием, которые будут работать на базах учреждений образования, лагеря будут палаточные с выходом, будут лагеря профильные. Выйдем в этом году наш лагерь палаточный передвижной «Атлант» состоится на 35 человек. Ну и, конечно же, самая, наверное, большая работа предстоит весь сезон с июня по август 2020 года. Это работа нашей виртуальной площадки, которая называется «Центрифуга». Союзный роуминг, нефтяные пошлины и премьера автопрома «БелАЗ» выпустит первый электросамосвал. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. От Полярного края и до Полесья. В сентябре в союзном государстве планируют отменить роуминг. В Минсвязи отметили, пандемия внесла коррективы в сроки оформления документов. И все же новые правила для абонентов и мобильных операторов заработают в срок. С 1 июня Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и ее производные. Соответствующее постановление принялся в Мин. Ставка за тонну черного золота выросла на полтора доллара, до 8,3. Также прибавили бензин, дизельное топливо и масла. В Пружанском районе запустили завод по изготовлению пеллет. Пару лет назад здесь заработал цех деревообработки. Выпускают пиломатериалы. Теперь производство расширили. Появилось 12 новых рабочих мест. Проект инвестировали больше 9 миллионов рублей. Тендер на поставку оборудования выиграла литовская фирма. В год планируют выпускать 20 тысяч тонн экологичного топлива. Завтра профсоюзы проведут консультации. Юристы помогут желающим решить вопросы, связанные с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Выйти на связь предлагают по телефону. Номера, указанные на интернет-портале Федерации профсоюзов, можно позвонить в городские и районные филиалы. БелАЗ выпустит первый в мире 90-тонный электросамосвал. Комплектующие заказали в Южной Корее детали в пути. Новая разработка позволит горнодобывающим предприятиям экономить на разнице цен топлива и электричества. Если машина будет возить груз с горы, зарядки хватит на 8 часов. Если вверх – всего на 2. Батареи восстановятся за 20-30 минут. Опытный образец покажут летом. Пусть меня научат. Управление по труду, занятости и соцзащите Бобруського горосполкома приглашает безработных на курсы. Желающих познакомят с основами предпринимательства, расскажут, как составить бизнес, план реализовать проект и остаться рентабельным. Медкомиссия и самообразование бесплатное. Каждый получит стипендию, открыт набор и на рабочие специальности. Мы имеем возможность обучать безработных на краткосрочных курсах. Это по профессиям, в основном, под заказ нанимателя. Продавцов мы обучаем под гарантией трудоустройства в Бобруйский торговый центр. Водителей троллейбусов направили на обучение под гарантией трудоустройства нашего троллейбусного управления. Также мы обучаем по профессиям, востребованным на рынке труда. Это в основном технологические профессии, такие как следственный сантехник, электрогазосварщик, швея. Молодые мамы, которые присматривают за ребенком до трех лет и раньше не работали, также могут записаться на занятия, освоить новую специальность, пройти переподготовку или повысить квалификацию. Стали очевидцем происшествия, бьетесь разрешением на болевшие проблемы, есть эксклюзивные кадры. Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Художественный музей утопает в драгоценностях. За витринами на бархатных настилах целая эпоха. В Бобруйске открылась выставка медальерного искусства. Мария Бересневич встретилась с автором коллекции. Коллекция 20 века. В художественном музее представили экспозицию медальерного искусства. Серебро, бронза и алюминий. На кругляшах – отиск распавшейся империи. За стеклом – работы лучших авторов. На Аверсе Ленин и Марс. С другой стороны, лозунг «Пролетарий всех стран соединяйтесь». Эту медаль Степанов сделал еще при жизни вождя страны Советов. В металлическое окружение заключены портреты мировых деятелей науки, культуры и искусства. Здесь же политики. Отдельный раздел посвящен Великой Отечественной войне. Я бы мог здесь и занятия по истории проводить тоже, в том числе советского периода, потому что очень много событий знаковых, которые и в памяти нашего поколения, те же полеты в космос, освоение целины. Эти 308 экспонатов Дмитрий Черняков собирал несколько лет. Заказывал в интернете, скупал на аукционах. Что-то привозили друзья после зарубежных поездок. Мне больше нравится период именно 70-80-х годов, когда какая-то вот теперь уже пошла, вот в середине 60-х даже, и уже стали медальеры работать иначе. То есть выполнять задачи гораздо точнее и, наверное, все-таки изобретительно тоньше. Уникальная коллекция даст фору экспозициям столичного музея. Портретный, пейзажный, индустриальный жанр – это самое богатое собрание советской медалерики в Беларуси. Ретроспективу оценили даже в России. Накануне прошла выставка в Москве. Окунуться в прошлое можно в художественном музее. Выставка останется открытой для гостей до Нового года. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. В Бобруйск приходит лето. Отметки на градусники за дня в день преодолевают новый рубеж. Сегодня в городе на Березине потеплело до 19. Надолго ли тренд уточнила Кристина Арианс? Весна вышла на финишную прямую. До лета меньше пяти дней. Об этом говорит сама природа. В Минске виноградные улитки стали очень активными. Моллюски собираются сразу по несколько особей и отдыхают в кронах молодых рябин и клёнов. По словам учёных, начался период размножения. А вот в народном календаре такое количество улиток к дождю и хорошему урожаю. Китаю об осадках остаётся только мечтать. Песчаная буря накрыла провинции Поднебесная. Над дорогами нависла плотная серая стена высотой почти в 100 метров. Города окутал густой туман. Из-за плохой видимости водители были вынуждены двигаться, как черепахи. Штурмы и торнадо обрушились и на Кубу. Без электричества остались тысячи домов. Ветер срывал крыши. Непогода пришла за несколько дней до официального начала сезона ураганов 1 июня. И по прогнозам синоптиков их будет немало. В четверг местами по стране ожидаются дожди. Завтра в Бобруйске будет облачно с прояснениями. Осадков не предвидится. Ветер северо-западноумеренный. Влажность на уровне 75%. Ночью от 8 до 10 тепла. Днём 19-21. Кристина Риянс, Павел Зуев, Андрей Богдан. Бобруйск, 360. Это всё из событий к этой минуте. Сразу после нас сирена. Громкий ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Следите за новостями в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова